Уступите спортсменам лыжню. В Нарьинмаре состоялся чемпионат и первенство Ненецкого округа по лыжным гонкам. Это первое массовое мероприятие за период карантина. Оно проходило с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. С организаторами и участниками соревнований пообщалась Ольга Русул. Спортсмены-лыжники не скрывают радость. После длительного перерыва они снова вышли на старт. Первые девушки и женщины. Они должны преодолеть 10 километров. А для тех, кто помладше, подготовлена 5-километровая трасса. Бег коньковым ходом. И вот первые финалисты. Трудность в том, что у тебя очень много соперников, которые борются за призовые места. Лыжница Анна Пластова еще не знает, что стала победительницей в своей возрастной группе. 10-километровая дистанция далась непросто. Лыжня хорошая. Можно пальцы отмерзнуть просто до конца. Состояние нормально. А 40 километров отбежали? Я 10. Результатом довольны? Не, надо еще работать. Толкайся, толкайся, Оленька, давай, молодец! Спортсменов, как и положено, поддерживают болельщики. За лыжницу Ольгу Рогозину переживают самые близкие люди – мама и бабушка. Настраиваем. Брат еще младший поддерживает, но правда в сугробе прыгает. Есть шансы на победу? Будем стараться. Есть, конечно, всегда есть. Всегда надеемся на победу. А тем временем к старту готовятся мужчины. Они соревнуются в скорости на дистанции 15 километров. Юноши младшего возраста и дети бегут коньковым ходом в 10 и 5 километров соответственно. Несмотря на действующие в регионе ограничения, тренировки они не останавливали. Здесь же на улице все бегали, и когда не было снега на лыжеролях, тоже люди тренировались. Кто хотел заниматься, короче, занимался. Кто не хотел, сидели дома, телевизор смотрели. Поэтому я считаю, что если хочешь заниматься, будешь заниматься здесь. Сейчас тем более на свежем воздухе погода шикарная. Сегодня, правда, морозится, но я думаю, пробежим нормально. В этом году, конечно, есть сложности. Со снежным покровом, несмотря на красивую картинку, которую мы сейчас видим, снега просто катастрофически мало. Мы даже не можем проездить лыжню для классического стиля. Поэтому, несмотря на все эти сложности, все-таки получилось подготовить круг небольшой, 2,5 километра. И мы рады, что мы можем соревноваться наконец-то. Кроме того, сильнейшие лыжники региона принимают участие в выездных соревнованиях. Там они, как и прежде, отстаивают честь Неницкого округа. Буквально сегодня они из Тюмени переехали в Красногорск. Там примут участие в всероссийских соревнованиях. В общем, подготовка-то не останавливалась у нас. Она так идет, идет. Ну, понятно, что со соблюдением всех мер, которые нам предписывает Роспотребнадзор. Участие в соревнованиях приняли 35 спортсменов. Победителями в своих возрастных группах стали Михаил Ефимов, Севолод Спиридонов, Олег Ногатыс и Максим Данилов. Среди девушек золотые медали завоевали Анна Пластова, Милена Сумарокова, Софья Вихлова и Яна Сумарокова.